Девушки отдыхают Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной Когда мои друзья со мной Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной Когда мои друзья со мной Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля Там, где трудно одного, справлюсь вместе с памятью, где чего-то не пойму, разберешь, стручь, мяпень. Что мне снег, что мне злой, что мне долгой, когда мы друзья со мной. Что мне снег, что мне злой, что мне долгой, а я лову, 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 а Когда мои друзья ладуют, Что мнесет, что мне слой, Что мне ладуй, что ладуй, Когда мои друзья ладуют, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, Если с другом нашел путь, Веселее все ого, Ты с друзей меня чуть-чуть, Без друзей меня жучу, а с друзьями много. Чтоб не стрел, чтоб не злой, чтоб не должен проливать, Когда мои друзья со мной. Чтоб не злой, чтоб не будет проливать, Когда мои друзья со мной. Чтоб не злой, 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 всем привет хорошего настроения здравствуйте дорогие ненамышленники привет всем зрителям нашего канала сегодняшний наш обзор будет посвящен замечательному легендарному а не побоюсь этого слова проигрывать электрофону простите конечно же электрофоном электрофоны вега 200 о пардон 101 вега-101 первому отечественному настольному электрофону стереофоническому с акустическими системами так вот первому отечественному стереофоническому электрофону первого класса. Сегодня я с большим удовольствием представляю его вам. Сейчас мы только что прослушали замечательную песню про друзей на этом аппарате. Почему-то не сработал автостоп удивительным, хотя до этого все работало благополучно. Это поистине легендарный и знаковый аппарат, который для своего времени был определенным прорывом. Разработанный в 70-е годы и серийно выпущенный в 1972 году. Вот такой замечательный в деревянном корпусе отделанным шпоном ценных пород дерева, покрытым многослойной полировкой как сам аппарат, так и его акустические системы. В общем-то в таком качестве массово выпускался впервые в нашей стране. Был мечтой меломанов отечественных. Кроме тех, кто имел доступ к аппаратуре, разумеется, более высокого класса зарубежной, экспортировался в несколько стран, чуть ли не в десяток различных зарубежных стран, в том числе, как это не удивительно, в Великобританию. В Великобританию экспортировался этот аппарат. Я полагаю, что, конечно, при его разработке были использованы определенные достижения и мирового радиоаппарата строения. Но вот информация, которую мне удалось почерпнуть из интернета, указывает на то, что его схема во многом сходна с схемой электрофона Аккорд. Стерео был такой тоже, с более простыми акустическими системами. Но этот, по-моему, по качеству его делает. То есть, существует мнение, что именно с него пошло распространение и увлечение в массы вот именно высококачественной рок-музыкой. То есть, на нем уже можно было слушать импортные пластинки, несмотря на его пьезокерамический, а не магнитный звукосниматель, который, конечно, с пластинками обращался несколько по-варварски. Но, тем не менее, этот аппарат замечательно снялся во многих отечественных кинокартинах. В частности, в кинокартине «Родина судьбы» или «Слегким паром». Его можно видеть в Ленинградской квартире. А также он очень хорошо выступил в кинокартине «Любовь и голуби» в одном из моих любимых фильмов, где у Раисы Захаровны он стоит в ее, так сказать, под временем модерновой, современной, достойной живоплощади, и на котором она любила слушать, помните, Масне-Легию. Вот такой вот аппарат. Не совсем характерная, не совсем стандартная, привычная нам форма. То есть, сверху имеется вот такая как бы полуполочка, я не знаю, как это назвать, выступ. Вот, и внутри там у нас расположены электропроигрывающие устройства. ЭПУ. Вот, закрывается все это дело вот такой замечательной, глубоко тонированной крышкой. Посмотрите, какая она темная. То есть, такую тенировку он ГИБДД не допускает вообще. Вот, таким образом он выглядит у нас, будучи, так сказать, закрытым. Крышка она ничем не фиксируется, а просто устанавливается на данный аппарат. Включается сеть вот таким вот образом и выключается из нее. Значит, ну, а характеристики этого аппарата, конечно же, мы сейчас с вами получим замечательного сайта Валерия Харченко отечественная радиотехника 20 века. Энциклопедический сайт, музей виртуальный. Итак, электрофон Вега-101 Стерео с 1972 года выпускал Бердский радиозавод. Вега-101 Стерео это первый отечественный настольный стереофонический электрофон первого класса. Электрофон предназначен для высококачественного воспроизведения грамзаписи с моно- и стереофонических пластинок. За основу электрической схемы положена схема электрофона Аккорд Стерео. Это завод радиотехника Аккорд Стерео. Частота вращения диска ЭПУ 33, 45 и 78 оборотов в минуту. Полоса частот, воспроизводимых акустическими системами 10МАС-1, входящими в комплект, с 80 Гц до 12000 Гц, до 12 кГц. Электрический диапазон усиливаемых частот, то есть то, что у него на линейном выходе, от 55 Гц до 18 кГц, то есть по параметрам аппаратуры высшего класса тех лет. Через, скажем так, другой усилитель можно было получать на хорошую акустику более высокие характеристики. Номинальная выходная мощность. Номинальная. 2 по 6 Ватт. Максимальная. 2 по 10 Ватт. Коэффициент нелинейных искажений не более 10%. Питание от электрической сети переменного тока 127, 220 и 110, кстати, вольт допускалась. Потребляемая мощность 60 Ватт. Габариты электрофона 460 на 310 на 183. Габариты одной акустической системы 430 на 270 на 230 мм. Масса электрофона в упаковочной коробке вместе с акустическими системами 32 кг, а без упаковки 25 кг. Замечательный, замечательный аппарат. Я хочу вам продемонстрировать некоторые, так сказать, даже рекламные фотографии тех лет, посвященные этому аппарату. Есть тоже на сайте Валерия Харшенко. Посмотрите, как романтично. Девушка в платье, сильно напоминающем домашний халат с прической, характерный для тех времен. Сидит и юзает пластинку, видимо, фирмы Мелодия на нашем замечательном аппарате ВЕГА. Значит, еще вот такая рекламка. Это уже с... Значит, союз импорта, вероятно. ВЕГА-101, машин, прибор Инторг. Вот, Москва, посмотрите. Здесь он несколько по-иному нам подан. То есть... Сейчас, извините, резкость. Вот, мы идем, да. Это машин, прибор Инторг, Москва, Проспект, на трех языках был выпущен. Здесь девушка уже блондинка, несколько более западного образца, тоже любит свою ВЕГУ, но почему-то без колонок, без акустических систем. Вот, еще были рекламы. То есть, такой популярный аппарат. Вот так вот о Союзе. Электрофон ВЕГА-101. Это кто, не языкинули? Предлагаем любителям музыки, но высококачественный сериофонический электрофон ВЕГА-101. С помощью ВЕГА-101 вы можете слушать классическую эстраду, танцевальную и камерную музыку, записанную на современные сериофонические громпластинки при 78, 45 и 33, 1,3 оборотах в минуту. На электрофоне можно воспроизводить запись из монофонических пластинах, в этом случае звук мягче и выразительнее, чем на обычном проигрателе. И вот такая типичная русская слушательница музыки здесь изображена тех лет. Замечательно. Ну и еще хотелось бы показать, наверное, вот такую рекламку, где эта ВЕГА у нас, опять-таки, для импорта. Годы выпуска здесь указаны 73 и 78. По-моему, несколько неверно, потому что он точно выпускался с 72-го, вот, я по многих источниках это обнаружил. И некоторые версии говорят, что до 76-го он выпускался. В частности, в моем электрофоне все детали, когда я его приводил в божеский вид, он был абсолютно нерабочий, все детали 75-го года, то есть можно предположить, что он в соответственном этих годах выпуска. Ну, давайте поближе познакомимся с его внутренним, пока внешним устройством, внутреннее покажу в второй части обзора. Органы управления удобно сгруппированы практически все в правой части электрофона под правую руку. То есть из органов управления мы видим первым делом вот такую вот кнопку вкл-выкл. Сеть. При включении этой кнопки загорается красный огонек индикатора свечения. Вкл-откл там написано. Выше ее находится переключатель скоростей 33, 45, 78 оборотов в минуту. ЭПУ, конечно, второго класса, но зато со знаком качества. Здесь стереофоническая. А на правой стороне кнопки включения трансляционной сети. Это если использовать его в качестве внешнего усилителя, можно подключить трансляционную сеть через разъемы на задней стенке аппарата. Я вам покажу во второй части эти разъемы. И тогда через колонки будет идти в улучшенном качестве звучание радиотрансляционной сети. Было такое популярно. Вот эта кнопка, собственно говоря, включения звукоснимателя. То есть в режиме проигрыватель он будет работать. Кнопка включения магнитофона. Магнитофона в режим воспроизведения. То есть с магнитофона можно было подавать сюда сигнал, чтобы, если магнитофон обладал более низким качеством усилителя и акустики, можно было использовать в качестве усилителя внешнего сигнала. Также, кстати, его сейчас можно использовать в качестве усилителя внешнего сигнала с мобильного телефона, с компьютера, ноутбука и т.д. и т.п. Ну и вот, наконец, кнопка стерео-моно. То есть нажатом состоянии у нас работает в стереофоническом режиме, в аджатом состоянии в монофоническом режиме. Ниже расположены четыре головки регулятора. Громкость больше-меньше, баланс левый-правый каналы и частоты высокие и низкие. Все предельно просто. На задней стенке этого прибора имеются гнезда для подсоединения акустических систем, также для внешних соединений там линия трансляционная, магнитнофра, телефон, и наушники, головные телефоны. Там же имеется, они очень удобно расположены, не знаю зачем, тянуться надо будет кнопочка телефона. Нажав на эту кнопку, мы отключаем акустику, если хотим слушать проигрыватель только через наушники, головные телефоны. Ну и, как вы видите, он достаточно универсален, то есть на 33 оборотах мы с вами его уже испытали. Вот, теперь предлагаю вам послушать что-нибудь на этом аппарате, допустим, вот такую американскую пластиночку. Фрагмент, конечно, Тиффани, дружище из Нью-Йорка прислал. Эта пластиночка имеет скорость вращения 45 оборотов. И вот такое большое отверстие по центру, поэтому для того, чтобы ее использовать, нам понадобится вот такая центр-щетка. Мы ее надеваем на диск, ставим сюда пластиночку, центр-щетка ее центрует, переключаем скорость на 45 оборотов, и давайте попробуем ее немножечко послушать. Ставим автостоп в положение вкл. Не знаю, сработает ли он в этот раз. Бывает иногда почему-то не срабатывает. Ну и пуск. При этом микролист такой, да, достаточно грубый, но тем не менее, все-таки микролист у нас опустит звукосниматель на пластиночку. Музыка 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 О, вот в данном случае автостоп сработал даже быстрее, чем я, так сказать, успел вам его продемонстрировать. То есть, в зависимости от скорости перемещения Танарма перемещаются рычажки автостопа. То есть, автостоп у нас работает. Ладно, не будем гонять импортную музыку, потому что забанят, как я подозреваю, вот, в легкую, частенько, это есть YouTube делать. Ну и давайте послушаем что-нибудь наше родное, исконное русское. Заключим аппарат на 78 оборотов, при этом нам понадобится прикинуть вот этот флажок иглы с изображения стерео на изображение 78 оборотов. Вот здесь двусторонняя иголка, одна более грубая, на 78 оборотов. И возьмем пластиночку Ленинградского софтнархоза. О, третья группа управления химической промышленности ЛЗ, ЛХЗ. Весной песня на одной стороне, а на другой не тревожься. Какую будем слушать? Давайте про не тревожься, может, или давайте весной. Что там творилось весной? Так, ставим тонарм над пластиночкой и запускаем на 78 оборотов. Пришла весна в мои края Зеленым кружево леса Пойдем, любимая моя Пойдем, любимая моя Березкой полюбуемся Пойдем, любимая моя Березкой полюбуемся Стоит береза на бугре И кажется невестою А соловейка на зале Поет песню известную Природа слова молода Бегут ручьи весенние Любовь не тихая вода Опурное течение Любовь не тихая вода Опурное течение Проходит пары напелекон Гармошка заливается Любовь, друзья Вопрос такой Который всех касается Любовь, друзья Вопрос такой Который всех касается Вот так четко срабатывает Наш автостоп Тонарм приходится отводить Разумеется вручную На его парковочное место И вот так фиксировать Не забудем переключиться Что характерно Этот аппарат Усилители его выполнены На германиевых транзисторах Типа MP40 P214 P404 То есть германиевый звук В общем-то Среди аудиофилов Считается наиболее Приближенным к ламповому Звуку Среди полупроводниковых Мягким таким И достаточно теплым В акустические системы Практически полочная акустика Без фазоинвертора Они двухполосные Входят следующие динамики Высокочастотные 3GD31 И низко- и среднечастотные 10GD30 То есть 10 Вт Вполне В принципе Я думаю В пиках Она Ватт по 25 Выдавать Значит Мощность Должна Ну и фильтры там Пассивные Соответственно Устроены Из Значит Конденсаторы Катушечки Вот В общем-то Система достаточно Продуманная И довольно качественная Жаль что решеточки У них вот эти Акустические экраны Не съемные А просто выполнены Из радиоткани Ну а мы давайте Сейчас с вами посмотрим Что творилось В нашей стране В нашем любимом СССР В 72-м году Вот Это я думаю Будет интересно И познавательно Что так сказать Было Живо Вместе с этим Замечательным Проигрывателем Вот Ну а Во второй части Обзора Посмотрим На его Как всегда Богатый Внутренний Мир Итак Что же происходило В 1972-м году На просторах Нашей великой державы Чем жил народ Что рекламировалось В частности Например Вот я нашел Такой замечательный Сайт Зен Яндекс.Рум И здесь Представлена реклама 1972-го года Вот что касается Нас в области Радиотехники Рекламировался Вот такой Электропроигрыватель Это по-моему Аккорд И он даже Стерео Да Аккорд возможно Был самим популярным Моделью Проигрывателя 1972-й год Реклама Места он занимал Мало Колонка служила За одной крышкой Вот Что еще Рекламировали Изделия Полуфабрикаты Авиационной металлургии Из легких Титановых И жаропрочных Сплавов Интересно Стать королем Авиационных Материалов Поможет Сотрудничество С О-Авиаэкспорт Но это уже Для зарубежных Так сказать Представителей А вот смотрите Замечательная Какая Наша С вами Всеми Любимая Копеечка По-моему В Париже На выставке С такой Типично Парижской По-моему Девушкой А кто она такая Это леди Которая сидит На капоте Наши копейки Мисс Женевского Салона 72 Госпожа Франсуаза Грин Выбирает Ладу 1200 Это экспортное Название Жигулей Копеечки 1200 Понятное дело Объем двигателя Красотень С родными Кулыками Вот он 72 год Хотя в Тольятти Выпустил Новая модель Вазна Но Лада 1200 Все рекламировалось И продавалось Надо же Зарубежный Экспорт А это что у нас Такое Экспортер Водок Советского Производства Союз Плодоимпорт Надо же Да Это внешторг Ну и конечно же Волга 24 72 год Волга Газ 24 Вот она родимая Элегантный Комфортабельный Автомобиль Раздельные Регулируемые сидения Мягкие Подлокотники Мощный Отопитель Эффективная Вентиляция Салона Газ 24 Наряду С нашей Вегой 101 Тоже соответственно Один из брендов Отечественного Так сказать Отечественной Промышленности Союз Плодоимпорт Кондитерские Изделия Да Надо же А это что такое Изумление Говоря Зубы лечить больно Только в СССР Элоз 1 Ага Пора для Безболезненного Лечения Зубов Посмотрите Какая прелесть Вот Луноход Прогресс Это техника Новоэкспорт Сатурн 301 Магнитофон Сатурн 301 Судя по всему Монофоничка У меня такого Еще на обзоре Не было Надо будет Озаботиться Показать вам Вот что было В мире радиотехники Сатурн 301 Кстати Можно было К нашей Веге Подключать А это что Юпитер Магнитофон Юпитер Тоже монофонический Это видимо Из первых моделей Кстати Такого Юпитера Я еще не Не юзал И не было Обзора Замечательно Электро Что Электро Оргтехника Неужели Перфолентры Электрон Оргтехника Очень популярный В то время Лаконичный Компьютерный Стиль И опять Вот это Аккорд Уже Мона А вот и Реклама В стиле комикса А опять Находка Для любителя Музыки Аккорд Геолог Ха-ха-ха Реклама Приемников Геолог Вот такой Замечательный Многодиапазонный Радиоприемник Геолог Был интересным Транзистором Приемником Все переключатели Ручки находились Изнутри В герметических Резиновых Манжетах И вода Реально Не могла Попасть Внутрь Кстати Геолога У меня По-моему В коллекции Нету А вот Посмотрите Ребята По-моему Стоя на яхте Да Как 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 Что тут сказано Ваши клиенты Тоже обеими руками Ухватятся За радиоприемники Из СССР Супер Мне нравится Оптимистично Ну и Вот реклама Оружия Даже Говорят что Гарантия Отличного отдыха И спортивных побед Ружья охотничьи В СССР Продажа боевого Оружия служила Полноценной статьей Валютного Дохода Достаточно сказать Что вплоть до середины Семьдесятых годов В скандинавских странах Каждый третий охотник Имел ружье Советского производства А вот приемник Россия 301 Такой есть В коллекции Видишь какая матрешка Его рекламирует Его мы еще тоже С вами не озирали Ну и вот Такие вот Наш балет Космос Русский балет Термопласт Автоматы Надо же Уже тогда были Оазис для каждого Грузинский чай Был же и грузинский Азербайджанский Краснодарский Ну да Самолет Як-40 Пассажирский самолет Як-40 Да На фоне современных Аэробусов Конечно как кукурузник Вот такая вот была реклама Ну а что касается событий Хотел ваше внимание Обратить Суперсессия Канада СССР 72-й Кстати год Все наверное Помнят Кто интересуется Хоккеем Все знают Вот эту нашу Заменитую Суперсессию Началась она Как раз В 72-м году Когда наши Играли с канадцами Хоккей был На небывалом Подъеме Необыкновенном Так сказать Необыкновенно Популярный Вот И вот тогда Как раз Эта суперсессия В 72-м году И началась Ну а вообще Из событий 72-го года Давайте обратимся К такому Замечательному Сайту Газета Балабанова Ру 72-й год В истории СССР Чем он Ознаменовался Ну это С точки зрения Коренных Балабановцев Эстрада 14-го 28-го Сентября Состоялись Первые Зарубежные Гастроли Аллы Пугачевой В составе Оркестра Олега Лунстрыма Офигай себе Певица Приняла участие Фестиваль джаза В городе Лендек Сдруй В Польше Ну да Зарубеж Конечно такой Сильно условный Знаете Какая она интересна Наука Николай Иванович Муси Как Мус Хелишвили Советский ученый Математики Механик И сведетный член Академии наук Удостоен Большой золотой медали Спорт Сал Лора Япония Прошли 11 зимние Олимпийские игры Литература Константин Симов Написал повесть 12 А 20 дней без войны Также вышли в свет Поезд братьев Стругацких Пикник на обочине Во Пикник на обочине Это Предвидение Чернобыля 1972 год Замечательно Авиация Состоялся первый полет Истребителя МиГ-27 Советский авиаконструктор Николай Камов Стал лауреатом Государственной премии СССР И получил звание Героя соцтруда МиГ-27 Метро Открыли станции Баррикадная Улица 1905 года Беговая Полежаевское Октябрьское поле Московское Метрополитено Открыты 27-28 станции Ленинградского Метрополитена Звездная И Купчина На Московской Петроградской Линии Вот так вместе с рождением Этого замечательного Аппарата Появились До сих пор Кстати крайняя станция На этой линии Купчина На Московской Петроградской И в ту сторону Больше 72-го года Ничего у нас Кстати и не строилось Ну а теперь мы перейдем К обзору Внутреннего мира Этого замечательного Аппарата Этого Стерео Скажем так Устройства Веге-101 Вот Оформлена Очень приятно С лакированным Многослойным деревом Алюминиевыми Вот этими Вставочками Я думаю Вы с вами согласитесь Вега-101 Электрофон Стерео В своем дизайне В общем-то Для своего времени Да и сейчас Выглядит Вполне Вполне Неплохо Вот таким образом Выглядит В разобранном виде Этот замечательный Электрофон Исторически Легендарный Вега-101 Стерео Заднюю стенку Пришлось поставить Потому что питание Как вы видите Идет Непосредственно Через вот этот разъем Вот блок питания Его Извините что с рук Снимаю Прошу прощения Блок питания Довольно примитивен Трансформатор Четыре мощных диода Вот они у нас стоят Конденсаторы Тоже такие Сильтры Древние Вот радиаторы Четырех транзисторов Выходных Это конечно Германий Сейчас попробую Показать Вот они Выводы П-214 А Четыре транзистора Вот они там У нас за радиаторами Скрыты Отсюда не видно Вот блок Так сказать Переключателей Коммутационный Так сказать И регуляторы Громкость Соответственно Баланс И тембры Низкие Высокие частоты Ну как вы видите Действительно Техника Собрана полностью На Германии Вот То есть Все транзисторы Германии За исключением Вот почему-то Два Самых первых Стоят Вот они Здесь Вот у нас КТ-315 Это в предварительном Усилителе А дальше пошли МПшки МПшки 40 серии Вот И П-402 44 Вот они Такие Длинненькие У нас Здесь Стоят Как вы видите В каналах По 3 П-214 На канал Это Усилитель мощности У нас ОМ Значит Только стабилизирующий Резисторы Проволочные Намоточные Вот они У нас Как вы видите Почему-то Все сгорели Подгорели Один из них Даже заменил На обычный Резистор Вот Вот этот Кстати Они достаточно Сильно влияют На частотную Характеристику Каналов Этого аппарата Но Германии Германии Вот Пожалуй Сейчас Добавим Звук Сейчас С мобилой Играет Корейский Ансамбль Пучхонбон Ну Что там У нас Баланс По каналам Вот Довольно громко Играет На свои родные Кстати Колонки 10 масс Это еще не максимум А это изнанка Его корпуса Так сказать Здесь мы видим Изнанку ЭПУ Электропроигрывающего Устройства Вот он Двигатель Наш Движочек Пока Отсоединен Сетевой Выключатель Выключили А он еще Затухает Пока Конденсаторы Разряжены При включении Загорается Красный огонек Лампочка ЭПУ Сделана В СССР Какой там Год-то 1975 По-моему Вот Рижская ЭПУ Как вы видите Все из натурального Дерева Облицовано Шпоном Ценных пород Древесины Вот Такой конструктив Интересный Для своего времени Сейчас Еще глянем ЭПУ С другой стороны Посмотрим ролики Движок Смажем Естественно Вот такой Интересный Аппарат Вот Таким Вот Образом Значит Соответственно Для того Чтобы добраться До Электропроигрывающего Устройства Диск мы Снять Таким Образом Вверх Не сможем Как это У других Проигрывателей Потому что Как вы видите ЭПУ Наполовину Заходит Под Вот Эту Верхнюю Часть Деревянную Интересное Такое Решение Проигрывателя Поэтому Для того Чтобы Добраться До Роликов ЭПУ Вот Напоминаю Кстати Что ЭПУ Снимается Только В положении Диск ЭПУ Снимается Только В положении Пуск Иначе Его нам Просто Не поднять Если Мы его Сейчас Пытаемся Приподнять То Он Соответственно Как вы Видите Упирается Упирается Вот В верхнюю Часть Вот Этой Вот Деревяшки И не Снимается Поэтому Мы Должны Я Немножко От Винтила На виде На Саморезах На Шурупах Крепится Поэтому Убрав Ее Соответственно Сверху От Корпуса Произоля Мы Можем Поднять Диск Вот Такой Довольно Массивный Килограмма Два Он Наверное Точно Весит Диск Вот Это Внешний Внутренний Вернее Обод Это место За которое С которым Контактирует Ролик Промежуточный Ну И Вот Смазанная Ось На Конце Оси Так Сказать Как вы Видите Находится Шарик Шарикоподшипник Вот В эту Шахту Вот В эту Шахту Входит Штырь Шарикоподшипником Ну А вот Весь Нехитрый Механизм В общем То Вот Переключатель Скоростей 45 78 33 33 Самая Медленная Как вы Видите Все Это Происходит Благодаря Так Сказать Контакту Ролика С Разными Диаметрами Шкива Двигателя Вот Шкив Двигателя Вот Вот он Выглядывает У нас Из Основания Платформы ЭПО Вот Что Интересно Здесь Такая Есть Маленькая Трубочка Она Предназначена Для Смазывания Нижнего Подшипника Двигателя То Сюда Вводим 3-4 Капли Смазки И Двигатель У нас Смазанный Вот Рычажок Это Рычаг Автостопа То Если Мы Включаем Автостоп В положении Вкл Вот И Далее Отключим Вот Допустим Так У нас Все Отключено Включаем Автостоп В положении Вкл При Включении Спуска У нас Рычажок Выдвигается Вперед И Далее По Достижении Тонармом Как вы Видите Вот Тонармом Мы Шевелим При Достижении Тонармом Определенного Положения Рычаг Запуска Автоспусков Входит В такое Положение И так Он Срабатывает Вот Такой Внутренний Мир Так А Почему Он Не Снимается Один Диск Без Положения Без Нажатия Переключателя В положении Пуск Вот Обратите внимание Вот на эту Скобу Предохранительную Со щелью С отверстием Она В любых Положениях Кроме Пуск Заходит Вот Сюда Своей Щелью Вот В этот Диск Надетый На ось То есть Диск Попадает В щель И мы Снять Не можем Она его Фиксирует В то же время Если мы Нажимаем Клавишу Пуск То как Вы видите Этот рычаг Отходит И диск Мы можем Беспрепятственно Снять Вверх Только В положении Пуск Ну вот Собственно Горя Наверное Так Давайте Я его Включу Посмотрим Как оно Все работает Так Пуск Вот Так Сейчас Она сейчас Стоит В положении Стоп Ставим Автостоп В положении Вкл Нажимаем Пуск И вот Сейчас 78 оборотов Видите Как быстро Вертится Диск На самом Максимальном Диаметре Шкива Если переключим На 45 То будет Помедленней А если На 33 То еще Помедленней Ежели же У нас Срабатывает Автостоп То есть При Придвижении Тонарма Ближе к центру Потом Диск Задевает Специальный Пружин За эту Штуку У нас Срабатывает Автостоп Видите В положении Стоп Хоть У нас Вал И Вращается То Ролик Никак Не Касается Этого Вала Это Большой Плюс То есть Он В положении Стоп Никогда Не Касается Вала И Не Деформируется Находится В свободном Положении Вот Это Один Из Плюсов Этого Ролика У вас Сказать ЭПУ ЭПУ На этом Пожалуй Все Большое Спасибо За Внимание Откланиваюсь Пишите Звоните Жду Ваших Гей